Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 455. Прочитайте и озаглавьте текст. Можно ли его отнести к художественным текстам? Почему? Выпишите пять слов с основой, равной корню, подчеркните проверяемые гласные в корнях записанных слов. Назовем данный текст последний лист. Я стою перед этим последним прозрачным листиком и любуюсь им. Каким чудом остался он после мороза, после обильного снега. Ведь все осыпалось, а синовый лист успел уже почернеть на земле. Пожухла желтая оса в березняках. Под лиственницей лежит пушистый, оранжево-сизый сугроб хвои. Весь лист черный, пустой и холодный. И в этом прозрачном, продрогшем сумрике издали виден листок на орешнике. Кост облетел, а этот листок на кончике ветки маячит желтым живым огоньком. Обхожу осторожно, боясь зацепить ветку. Оглянулся, висит. Все уснуло в лесу, все готово к зиме. Только один листок упорно светится в черном лесу. Стиль этого текста художественный, потому что автор использует художественно-выразительные средства. Слова с основой равной корню. Стою. Морозов. Лежит. Черный. Желтый. Выполним фонетический разбор слова «всё». «Всё». Слово состоит из одного слога. Буква В – звук Ф, согласный, глухой парный, твёрдый парный. Буква С – звук С, согласный, глухой парный, мягкий парный. Буква Ю – звук О, гласный, ударный. В слове три буквы и три звука. Синтаксический разбор первого предложения. Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им. Я стою – это грамматическая основа. Стою перед чем? Перед этим. Это дополнение. Перед чем? Перед листком. Дополнение. Я что делаю? Стою и любуюсь. Листком каким? Последним и прозрачным. Это определение. Данное предложение повествовательное, невосклицательное, распространенное, двусоставное, осложнено однородными сказаниями. Стою и любуюсь. Ещё одно предложение – синтаксический разбор. Весь лес – чёрный, пустой и холодный. В этом предложении подлежащий лес, а сказуемое – чёрный, пустой и холодный. Лес какой? Весь – это определение. Данное предложение повествовательное, невосклицательное, распространенное, двусоставное, так как есть подлежащее и сказуемое, осложнено однородными сказаниями. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok